МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. В добрый путь, выпускник. Сегодня прозвенел последний звонок для 11-классников. Чистый берег. Сотрудники МЧС и волонтеры провели экологическую акцию на Волге. Навстречу командного чемпионата Европы завершается реконструкция стадиона Олимпийский. Для выпускников школ сегодня наступил самый торжественный и в то же время немного грустный день. С последним звонком вчерашние дети вступают во взрослую жизнь. На последней линейке для выпускников кадетской школы номер 14 города Чебоксара побывала наша съемочная группа. Последний звонок в кадетской школе проходит не в привычных кружевных фартуках в строгих костюмах. Выпускники в военной форме торжественным маршем чеканили шаг на школьном дворе. Выпускной парад принимали председатель правительства Чуваша Иван Моторин и министр образования Владимир Иванов. Напутствовала выпускников перед их вступлением во взрослую жизнь директор школы Светлана Иванова. Дорогие кадеты, сегодня для вас прозвенит последний звонок. Мы желаем вам добиться поставленных целей. Желаем показать себя только с самой лучшей стороны. Впереди у кадетов экзаменационная пара, но о будущем многие думают уже сегодня. Я хочу продолжить свое обучение в Нижегородской академии МВД. Это из-за слуги кадетской школы. И я с детства сам мечтал помогать людям быть полезным для общества. Кадеты попрощались с родными стенами, но обещали не забывать все то, что дала им родная школа. И все! Александр Гаврилов, Андрей Шоклев, Республика. 22 и 23 мая закончится учебная пора для 6,5 тысяч 11-ти классников. Перенос последнего звонка связан с началом единого государственного экзамена. В этом году первое испытание ждет абитуриентов 25 мая. Выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии и литературе. Формирование толерантности и профилактика экстремизма. Одна из важнейших задач, которую ставят перед собой и государственные власти, и местные самоуправления, и различные ведомства, и общественные организации. Итоги работы и ближайшие планы обсудили на заседании Совета по делам национальностей. Особое внимание молодежной среде. Именно эта аудитория считается целевой у идеологов разного толка. Со школьной скамьи проводится комплексная работа. Собрания, профилактические беседы и уроки толерантности. Все образовательные учреждения республики подключены к единой системе контент-фильтрации. Сами молодые люди тоже не остаются в стороне. У нас есть такой очень интересный проект. В свое время, который был реализовываться Росмолодежью, так называемой Медиагвардии, по этому проекту наши молодые люди в течение 13-14-х годов как раз и участвовали по выявлению таких, будем говорить, запрещенных, негативных или темных, как говорят, сайтов. Я думаю, эту работу мы продолжим. Особую роль в профилактике играют средства массовой информации. Сохранение самобытности, развитие национальной культуры народов республики, формирование толерантности через различные ТВ и радиопрограммы – то, что делают НТРК «Чувашия». Работа в этом направлении будет продолжена. Мы в ближайшее время планируем организовать круглый стол, чтобы мы могли обсудить и уже принять конкретное решение по созданию новых телерадиопрограмм. Согласитесь, они нужны и не только участникам сегодняшнего заседания, но и всем жителям республики. Толерантное и уважительное отношение к представителям всех национальностей, укрепление культурных связей с другими народами. В современном обществе эти проблемы выходят на первый план. И, как отметил министр информационной политики Александр Иванов, достигнуть результата можно при одновременной работе всех ведомств. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Один из способов эффективного использования муниципального имущества – сдача в аренду помещений в основном нежилых. Доходы от аренды – один из источников пополнения доходной части бюджета. При этом местные органы власти должны строго следить за тем, чтобы арендаторы соблюдали условия договора. Больше всего имущества, предназначенного для сдачи в аренду, разумеется, в Чебоксарах – 568 нежилых помещений общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Арендаторы подыскивают посредством аукциона. Это первое непреложное условие. Полная информация об аукционах размещается на сайте горком имущества и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Только в 2015 году по результатам аукционов заключено уже 28 договоров аренды. Второе условие – муниципальное имущество должно содержаться в надлежащем виде и использоваться по целевому назначению. Третье – арендная плата в казну должна поступать в срок и в полном объеме. Сегодня именно этот пункт договора нарушается чаще всего. Например, долг за аренду помещений одному из развлекательных центров – почти 3,5 миллиона рублей. По состоянию на декабрь 2014 года, когда произошла смена собственников, состояние было, ну скажем, не из лучших. Были определенные долги уже на ту дату, на то время. Существовали другие обязательства различные. И сейчас, ну, наверное, учитывая и общую финансовую ситуацию в стране, может быть, в связи с этим тоже, то есть резко упала выручка, и существуют другие проблемы. Но новые собственники намерены рассчитаться по всем долгам, ну, обещали в ближайшее время. Арендаторы, надлежащим образом исполняющие обязательства по договорам аренды, получают преимущественное право на заключение договоров на новый срок. Кроме того, им отдается приоритет при продаже помещения в собственность. Впрочем, лишиться преимуществ тоже довольно просто. Нежилые помещения по проспекту Ленина, 35, были переданы в аренду коммерческой организации для подмагазин и офис. До 2014 года арендатор добросовестно оплачивал арендные платежи и обратился с заявлением о приобретении преимущественного права выкупа этих помещений. Основным условием заключения договора о купле-продаже было отсутствие задолженности. Но в 2015 году арендатор перестал платить арендную плату и, соответственно, потерял это преимущественное право, и было принято решение об отмене преимущественного права. В 2014 году в республиканский бюджет Чуваши от управления и распоряжения государственным имуществом поступило 590 миллионов рублей. В местные бюджеты около 2,5 миллиардов. Почти на 40% больше, чем в 2013 году. Несколько дней в республике гостит делегация из Беларуси. В Чебоксарах в рамках обмена опытом прошел семинар по животноводству. Какие идеи и инновации привезли с собой белорусские аграрии, расскажут мои коллеги. Одной из основных отраслей сельского хозяйства Чуваши является животноводство. Для его развития необходим ряд факторов. Это и экономические, и биологические, и медицинские. Для решения существующих проблем собрались ветеринарные специалисты, зоотехники и фермеры с обеих республик. Мы пригласили их сюда, чтобы вы смогли пообщаться, послушать специалистов, которые действительно работают. И хочется сказать, что в Беларуси чем сильна, сохранены все институты научно-исследовательские, которые реально работают, двигаются. Белорусские специалисты рассказали местным аграриям о собственных разработках лекарственных препаратов, технологиях развития молочного скотоводства, производства комбикормов. Как отмечают участники, такие семинары дают возможность поделиться знаниями, обменяться опытом и укрепить связь между Чувашией и Белоруссией. Татьяна Леонтьева, Алена Аутухова, Расиль Мухаммедов, Республика. В 15-й раз Чувашский республиканский союз потребителей проводит семинар для средств массовой информации. Сегодня в Чебоксарском кооперативном институте собрался круглый стол, за которым обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества потребительских обществ и СМИ. Имидж любого предприятия во многом зависит от умения наладить контакт со средствами массовой информации. В своем выступлении председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил, что за многие годы плодотворное сотрудничество потребительских обществ и журналистов принесло ощутимые результаты. Совместная работа будет продолжаться и в дальнейшем, подчеркнули на заседании. МЧС России по Чувашии провело экологическую акцию «Чистый берег». Акция стартовала в мае во всех регионах нашей страны. Спасатели и волонтеры, вооружившись хозяйственными перчатками и мешками для мусора, провели генеральную уборку берега Волги недалеко от лодочных баз-стоянок по улице Парковая. Зеленый десант очистил прилегающую к воде территорию меньше, чем за два часа. Собранный мусор, пластиковые бутылки, остатки прошлогодних пикников и прибитые волной ссор погрузили в контейнеры и увезли. Сотрудники МЧС надеются, что акция «Чистый берег» привлечет внимание граждан к экологическим проблемам. В Чебоксарах на центральном стадионе Олимпийский вовсю идут работы по реконструкции и подготовке к командному чемпионату Европы по легкой атлетике, который пройдет здесь в июне 2015 года. Чувашская республика – активный участник федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта, которую Минспорт России начал еще 10 лет назад. Программа предусматривает развитие в регионах спортивной инфраструктуры. Наша республика – одна из первых включилась в работу. За это время в Чувашии на условиях софинансирования построено и реконструировано более 50 объектов. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделено свыше 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день ведется строительство еще 9 спортивных сооружений. Из них 7 объектов новых планируется ввести в ближайшее время в городе Чебоксары. Для того, чтобы все выделенные средства были использованы по целевому назначению, у нас ежегодно проводится совместная работа с органами финансового контроля. На каждом объекте у нас ведется отдельный технический надзор. У нас закреплены отдельные специалисты, которые работают совместно со строительными организациями, которые проверяют цены на материалы, цены на оборудование и, конечно же, цены на строительно-монтажные работы. Такая совместная работа дает положительные результаты. За годы реализации программы ни один объект не был заморожен. Самый большой объем работ на Олимпийском. Разминочное поле полностью реконструировано. Там будет уложено покрытие, которое лежит на основной арене. Это есть требование для проведения чемпионатов Европы, мира. На разминке спортсмены должны бегать по такому же покрытию, по которому будут бегать на основных соревнованиях. Раньше там лежало несовременное покрытие. Это еще один плюс для нашей организации. Еще один плюс реконструкции – новые помещения под офисом, медицинский центр для спортсменов для восстановления после тренировок и пресс-холл для спортивных пресс-конференций. Все это останется в распоряжении республики после проведения чемпионата. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. И последняя информация на сегодня. В воскресенье 24 мая в Чебоксарах состоится предварительное внутрипартийное голосование «Праймерис» для выдвижения кандидатов на предстоящие выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов. Об участии в голосовании заявили 178 членов и сторонников партии «Единая Россия». Всего по городу будут открыты 110 участков. Они начнут работу с 8 утра. Такой была эта пятница глазами корреспондентов национального телевидения «Чуваши». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и удачных вам выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok